Предлагаю передать слово Инессе Угаловой, руководитель комитета рестораторов и ательеров Ивановского регионального отделения «Опора». Пожалуйста, Инесса Ильин. Спасибо. Слышно? Да, слышно. Ну, по ресторанному бизнесу, надо сказать, что ситуация катастрофическая уже очень-очень. С конца марта, с момента закрытия, так оказалось, что подушки-то безопасности у рестораторов нет. И это совершенно объяснимо, поскольку это все-таки не розничная торговля, продовольственные услуги. И в последнее время покупательная способность нашего населения снижалась. И только единицы смогли оплачивать заработную плату первое время. Только единицы, основная масса, просто отправили людей без содержания в отпуска. Ну, кто-то там еще на 0,5, что ли, от минималки людей поставил. Но беда-то в том, что у нас бизнес ресторанный. Они мало того, что не получили практически никто и никакой поддержки от государства, буквально единицы, каким-то чудом, попав в этот АКВЭТ-56, смогли все-таки субсидии получить и выплатить людям. Но это единицы. А остальные все-таки надеются и ждут. Но они закредитованы. Причем закредитованы потребительскими кредитами, а не на юридические лица. И наши работники, которые сейчас сидят без зарплат, они тоже все в кредитах. Причем не в тех потребительских кредитах, которые до 250 лимит, а гораздо больше. И сейчас речь идет о том, что эти люди практически голодают. Очень хочется, чтобы как-то это услышали. Потом, что делают наши монополисты? Вот, например, вчера Шереметьевский парк и отель в 5 часов должны были отключить электричество. Просто отключить. Дали им еще до сегодняшнего дня. А сегодня, поскольку на расчетном счете денег нет и их не прибавится, наверное, все-таки отключат. То есть, понимаете, поддержки-то нет. Но дайте тогда хотя бы поэтапно выйти. Вот оно, лето наступило. Солнце светит. Летние площадки. Ну какая же там при соблюдении санэпид норм какая там-то беда? То есть какое там-то будет заражение? Вы понимаете, те предприятия, которые все-таки могли там доставкой заниматься, работать на вынос, это вообще не спасает. Это не дает возможности даже зарплату этим людям на зарплату заработать. Хотя, несмотря на то, что и меню подгоняли под потребности и все, что угодно делали. Но толку-то вы понимаете, что регламент, который действительно, об этом сегодня уже говорили и по другим видам деятельности, он вообще для предприятий, тот регламент, который утвержден Роспотребнадзором на федеральном уровне, там вообще при поэтапном выходе пять столов на одно-два посадочных места. Это о чем? Один из рестораторов, он так хорошо сказал, это ведь все равно, что меня КВЛ подключили, а кислород по чуть-чуть дают, все равно сдохну, но только еще дадут помучиться. Вот так оно получается. Потому что там на следующем этапе, когда вообще практически к нулю будет стремиться, там число заболевших в Ивановской области, 20 посадочных мест. А это как? Давайте хотя бы подумаем о том, вот госпожа Дмитриева сегодня присутствует. Давайте регламент, он должен, наверное, быть разработан по летним площадкам, а его, наверное, наш профильный департамент пока еще и не думал разрабатывать. А это все время, а в данной сфере сегодня этот бизнес, каждый день вот этого простоя, это смерть. Потом, конечно, все равно наши предприниматели, ну кто-то поопытнее они закрылись сразу и с людьми вопрос решили и уволили. Кто-то там на втором этапе, вот сейчас идет волна уже банкротств. Но это еще все равно люди думают, а вот летом наступит, а вдруг нам дадут хоть как-то там начать работать, хоть по чуть-чуть. Поэтому надеются и людей держат. Еще не было вот этой волны, когда начали выкидывать людей на улицу. Это будет, если не начнется вот сейчас поэтапный выход. Потому что эта сфера деятельности, она просто погибает. Я не знаю, конечно, как наша власть, но я-то слышу вот эти крики. На первом этапе просто было отрицание, такого не может быть. Сейчас, конечно, люди уже дошли до точки. А самое главное и работники тоже дошли до точки. Кто-то уже отправился, конечно, жаловаться в прокуратуру, потому что Путин же обещал зарплату. А чего же эти сидят на мешках, видимо, с деньгами и задерживают или совсем не платят? Да не платят, потому что денег нет. Обыкновенно нет денег. Выставили на продажу машины, офисы, какие-то там земельные участки. А кому они сегодня нужны? Никому. И никто ничего реально продать не может. Даже для того, чтобы хотя бы минималкой какой-то своих работников поддержать. Если сейчас выхода не будет на поэтапный вот этот вот, тогда надо, конечно, ждать просто чудовищной волны. Это тысячи людей сейчас из этого бизнеса окажутся на улице. Просто без денег. Прокуратура, конечно, подход к прокуратуре совершенно понятен. Не выполняете вы, нарушаете вы трудовое законодательство. Поэтому, значит, давайте проверки проводить и штрафовать, наверное, потому что, ну, прокуратура, понятно, выполняет закон. Но что делать предпринимателям реально на сегодняшний день? Очень хочется от власти хоть какое-то четкое понимание. Если вы говорите, в июне вас никто не откроет даже с середины, хотя Москва, Московская область говорят уже об открытии, Сахалин открылся, соседние регионы об этом говорят. Если вы не откроете, ну тогда все, тогда надо просто не копить долги, закрывать эти все наши предприятия. На сегодняшнем этапе выживет 80-90. Дальше 95-99 закроется. Ресторанно-гостиничные, те, кто в собственных предприятиях, им деваться некуда. Но поймите, даже когда откроются предприятия, годы нужны для восстановления. Никто сразу не восстановится. Даже те, кто остаются. Это я вам передаю просто грех души. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова